Добрый день, уважаемые зрители, большое спасибо за приглашение, возможность выступить в столь уважаемом сообществе. Моё сообщение, моё выступление подготовлено совместно с Елена Владимировна Десровской. В институте образования о принципе, я бы хотела поговорить о возможности патроскопического метода диагностики и лечения укреподживучной железы. По патроскопическому виду, как известно, они разъединяются на солидный и гистозный тип, и дальше я также буду говорить о этой разной фазификации. Патроскопы, как известно, является наиболее распространённой среди всех опытов железной железы и заболеваемости, и растёт с каждым годом. К сожалению, в России эта опухоль чаще всего выявляется на четвёртой стадии. При подозрении на укреподживучной железы, чаще всего, выбором является КТ или МРТ. Тем не менее, сонография, которая выполняется в последующем, может быть очень полезна для стадирования заболевания, а также для выполнения функций получения муфологического материала, который может быть не так важен перед радикальной операцией, но в случае нерезапитабельности опухоли или в каких-то сомнениях, это крайне важная методика. Диагностическая на сонографии крайне чувствительный метод в руках эксперта. При образовании в менее двух сантиметров, её чувствительность превосходит КТ и МРТ. Дифференцировать солидное образование пашуточной железы в первую очередь следует с вторичными опухолями, селинфолом, сетонтуморозом и конкреатитом, и ротиномом конкреатитом. В этом помогают дополнительные методики под контролем интуиции, в частности эластография, которые основаны на измерении плотности искомого образования. И чаще всего это удачно раздаётся дифференцировать опухоли, аденокарцинолу от нейроэкогринного опухоли, хронического конкреатита и аутоэндокома. Как мы видим, например, хронический конкреатит является мягким образованием, характеризуется значительной мягкостью по данным эластографией, хотя она в режиме выглядит достаточно похоже на аденокарцинолу. Контрастное усиление, ещё одна хорошая, наполняющая методика при ЭНУЗИ, основана на оценке мускулиризации образования. Нутривенно пациенту вводится препарат на основе плотных газов, и микро колебания музырьков в просвете крыльностного русла хорошо визуализируется в режиме реального времени, при ЭНУЗИ. Таким образом, зная, что образование подженышной железы имеет разную мускулиризацию, мы можем дифференцировать их структуру. Например, аденокарцинолу мы видим, и мы знаем, что является его мускулиризованным образованием, кажется совершенно тёмным при контрастном усилении. При этом эластография – это плотное образование. Свет в свет мы видим 32 единицы плотности. При этом соленая всех мутылярных модуль, как пример, она также видится на плотные, но при этом на красном усилении она заехогена с окружающей паренхимой. Таким образом, можно инвенцировать совершенно различные образования нашей мучной железы. Тем не менее, когда нам необходимо патологическое подтверждение, в сложных случаях, перед назначением химиотерапии, крайне-крайне необходимо выполнение тонко-игольных пунктов контроля в ЭНУЗИ. Обычное получение психологического материала достаточно для подтверждения диагноза аденокарциномы или нейроизогринных опухолей, но, может быть, недостаточно для подтверждения лимфомы или аутоидумного пакриотина. В таких случаях требуется дружбеоксия, в том числе под контролем ЭНУЗИ, но наше методика имеет свои ограничения. Тонко-игольные пункты под контролем ЭНУЗИ достаточно безопасны, высокочувствительные методики, характеризующиеся минимальным количеством осложнений. И, что очень важно, низкой частотой иммунционных метастазов. Что особенно в сравнении с ческожными методиками, что крайне важно перед вертикальной операцией. Причинами ложной негативности результатов в ЭНУЗИ являются несколько факторов. В первую очередь, опыт патолога, который должен быть не менее 200 препаратов поджелудочной железы, опыт эндосонографиста, который к этому времени должен быть выполнить не менее 150 диагностических эндосонографий и 50 римус-функций. И также характеристики образования также затрудняют интерпретацию. Это острый хронический панкреатит, гипервискалиризация образования, фиброз и сложность локализации образования, когда мы отмечаем проблемы с его выведением в зоноскалью. Из дополнительных интерпретационных методик под контролем ЭНУЗИ, нельзя не сказать, это рассказ о стране в логе нейролизиса и шьерном сплетении, который применяется у пациентов с обширными, распространенными, неизиктабельными опухолями, при невозможности получить адекватный ответ от стандартных обезболивающих препаратов. В заключается он давляться и нейронов членов сплетения путем введения сепиритических агентов. Чаще всего это он достаточно эффективен, по данным и наших, и зарубежных авторов. И эффективность его возрастает при отсутствии статического поражения лимфонзу, при введении нейролитика без предварительного введения анестетика. По большинству эффекты, так скажем, незначительные. Это временное усиление боли, и при этом такой факт говорит о том, что в дальнейшем это будет лучший результат. То есть пациент дал адекватный ответ на нашу манипуляцию. Транзекторная гипотония, которая купируется, симптоматическая терапия и диарея. И в редкой литературе встретились сообщения о том, что, возможно, некрозы перфорации живут при ауке. Еще одна интервенционная методика, которая применяется при невозможности транспопиллярного или другого доступа, это формирование биродигенсинных амстомозов под эрус-навигацией. И пока что еще не введенные в широкую практику единичные случаи описаны введение специфических препаратов под эрус-навигации в зону опухоли. Это противопухолевые препараты, специальные агенты для лучевой терапии, а также маркирование опухолепереверации с помощью опухолевых маркетов. И также исследователи из Италии и Франции сообщают о возможности влазернабляться нередиктабельной адренокарциномы поджелудочной железы с помощью неоденового лазера 9 пациентов без осложнений и с эффективным хорошим результатом. Метод ХПГ в диагностике солидных опухолевых поджелудочной железы имеет второстепенное значение и холомгиография, и биоксия во время ХПГ ввиду своей низкой чувствительности не является методом выбора. Тем не менее, ХПГ это лечебный метод, который помогает бороться с осложнениями опухолей желудочной железы. Как уже говорила Юлия Валерьевна, при диагностях опухолевых нецелесообразно предоперационное тренирование, так как ухудшает результаты радикальной операции. Тем не менее, опять же, я не буду повторяться, она показана при определенных осложнениях холомгиды, желудухи и откладывания операции, в том числе для нейронной терапии. Предоперационный тренирование чаще всего выполняется пластиковым стендом, это комфортное для пациента действие, хорошо переносимое. при холомгиде и при определенных других состояниях, о которых уже говорила, также Юлия Валерьевна, возможно выполнение на сабинаром тренирования. И опять же, по следам предыдущего доклада, полностью покрытый, чаще всего все-таки рекомендуется короткий металлический стенд, полностью перекрывающий только зону стеноза, это уже вошедшая в широкую практику, и мы также в нашем учреждении это применяем. И как раз-таки это особенно целесообразно выполнять во время НЕВИ-ВАН-МОТЕР или НЕВИ-ВАН-МОТЕР Паллиативное тренирование, при этом применяются пластиковые металлические стенды, при ожидаемой продолжительности жизни менее 4 месяцев рекомендуется установка пластикового стента, а при ожидаемой продолжительности жизни более длительной или в случае фалангита рекомендуется установка металлического стена. В целом ретроградные методы имеют очень высокие показатели успеха технического и клинического и в целом достаточно легко выполним на сегодняшний момент в связи с развитием и дископической техники и достаточно большого количества специалистов в этой области характеризуется минимальным количеством осложнений и поэтому в целом конечно же является методом выбора также этот метод даже может не иметь ограничений металлический ретроградный и при опухолевом стенозе 12 перстных кишки то есть при распространенных опухолях которые вызывают двойную обструкцию дуаденальную и билиардную вполне выполнимо первоначальным этапом выполнить стентирование 12 перстных кишки выполнить баллонную дилатацию через стенд тоже провести дуаденоскоп через дуаденальный стенд выполняется по пилотомии это пациент с 4 стадии об аденокарцином подженочной железы и в том числе у него метастазы ворота печени что привело к разобщению правых и левых дыревых протоков и в свою очередь по потребу установки двух билиарных стеноз пилотеральной версии теперь говорим о кистозных наоблазиях которые составляют хотя всего лишь 5-10% всех кист поджелудшей железы тем не менее ввиду своей злокачественности или условной злокачественности имеют важное значение и для нас как для скотинства можно правильно дегеренсировать эти кистозные образования наиболее часто встречающимися кистозными опухолями поджелудшей железы являются муцинозные IPMN и муцинозная цитовая рома эти опухоли в первую очередь необходимо дифференцировать между собой а также с всем кистой создающейся опухоли с локусом дегенерации а также с нейрендокринной опухоли с кислотной трансформацией и дифференциальный диагноз строится на клинических данных по возрасту пациента расположения опухоли различных отделов пушечной железы на морфологических и энтосонографических признаках на исследовании аспирата на амилазу ракоэприональный антикет и амилазу амилазу основными предикторами злокачественности кистозных биоплазий являются большой размер тенденция гроусту связь с главным антикетическим протоком его расширение в частности а также наличие нодулярного компонента в стенке кисты метод который помогает увеличить чувствительность это эндозим это квадрокальная лазерная эндомикроскопия при помощи которой проводится зонт микроскопический и позволяет оценить стенки кисты микроскопического варианта лазерного методика не так давно в нашей стране применяется но уже есть хороший результат в частности это пример л2-1-М так выглядит на эндомикроскопии обуверка кистозных неоплазиях обладает совершенно так скажем небольшое значение имеет мы на доделоскопии можем увидеть септогриневого рта и любого глаза встречаются достаточно часто именно при ваунтике и ДНР можем увидеть кресло-дотальную фисту в процессе просветив у нас вверх кишки или желудка эндомикроскопия также нам не даст особо конференций а осложнение привести может поэтому в общем-то это не следует рекомендовать как какие-то значенные действия чувствительности нет как в низках при этом в последние годы стала применяться конкретискоскопия в нашей практике в нашем учреждении мы это выполняем то есть осмотр ультра-толгим эндоскопом через канал моденоскопа аппарат проводится в протоках желудочной железы мы можем увидеть в частности популярное возрастание при признанном опыте у японских коллег есть сообщения о 20-ом пациенте в которых диагноз был установлен 90% случаев в том числе мы можем брать прицепы биописи подконтролем зрения и способ вероятно всего будет иметь широкое сопоставление как лечебный метод РПГ может применяться при распространении обуви на общий желудочный проток и обструкции его обуви на протоках когда требуется цель убивания желтухи требуется установка чаще всего нескольких экстентов для адекватных желчатуха перед нами как эндоскописты в первую очередь конечно же стоят задачи правильного самостоятельного диагноза определения стадии опухолей для того чтобы помочь хирургам правильную тактику определить характер операции выбор доступа хирургического и конечно же определенными условиями для успешного применения наших методик является в первую очередь это наличие материально-технической базы обучение специалистов сочетанно использование различных диагностических и лечебных методов конечно это легче выполнять условия специализированных центров и крайне важно переведение полноценного архива пациента со свежением результатов операции патом патоматологического исследования дальнейшего каталога а также сопоставлением и анализом полученных данных тогда при совместной нашей работе коллегиальности и команд лечения пациентов будут эффективны лечения спасибо